ХВАЛИТЕ ГОСПОДА Книга Псалтырь, 101 глава, с 13 по 29 стих. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахи его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится в славе Своей. Презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется осем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа. Ибо Он проникнул святой высоты Своей. С небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы Мои, сократил дни Мои. Я сказал, Боже мой, не восхить меня в половине дней Моих. Твои ли та в роды родов? Вначале Ты основал землю и небеса, дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их и изменятся. Но Ты тот же или та Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим. В этой части Псалма плач автора переходит в хвалу. К этому Его побуждают не внезапные изменения ситуации. Он восхваляет Бога, скорее, за Его сущность и дела. Бог царствует на небесах и правит народами, но при этом заботится о людях, которые подобны праху земному. Бог слышит молитвы беспомощных и в свое совершенное время ответит. В силу этой вечной истины грядущие поколения восхвалят Господа. Когда обстоятельства против нас, у нас все равно есть надежда. Мы можем, несмотря ни на что, славить Бога. Потому что Он свят, я обещал, что когда придет время, Он все рассудит по справедливости. В какие моменты вам бывает трудно славить Бога? Как вы можете восхвалять Его, даже когда в вашей жизни что-то идет не так. Размышления, часть 2. Надежда на вечность. Книга «Псалтырь», 101 глава, с 24 по 29 стих. «Псалмопевец» размышляет о различии между творением и Богом. Все творное приходящее. Бог же пребывает вовек. Как бы мы ни пеклись о собственном теле, каждого из нас когда-то ждет смерть. Поскольку наша жизнь коротка, нужно уповать на то, что Божие намерения относительно Его народа простирается в далекое будущее. Наше телесное здоровье и материальное благосостояние исчезнут, но если наши надежды сосредоточены на Боге, живущем вечно, мы можем быть уверены в том, что когда-нибудь будем жить в Его присутствии. Вечная природа Бога и обетование Его Слове дают нам необходимый стимул, чтобы служить Ему всей своей жизни, пусть даже она и временна. За что, мирское, вы часто цепляетесь? Как вечная природа Бога и обетование о будущих благословениях ободряют вас жить для Него? Молитва Отец Небесный, настоящую радость можно найти только в Тебе. Помоги мне не сводить с Тебя взор, зная, что ничто мирское не даст истинного удовлетворения. Дай мне всегда надеяться на Твои неизменимые обетования. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok